Волейбольный сезон Напомним, что в межсезонье команду покинули Леон, Гуцалюк, Пантелеймоненко и Юдин. На их место пришли лидер сборной Франции Эрвин Гапет, хорошо знакомый болельщикам Алексей Спиридонов, Вадим Лихошерстов с невероятным ростом 2.16, а также Андрей Сурмачевский. Причем именно Сурмачевский стал самым результативным игроком «Зенита» в межсезонье, здорово отыграв победный мемориал памяти Чайлыдка в Белоруссии и первый тур предварительного этапа в Стерлитамаке. Правда, результаты команды были не столь убедительны. Две победы и три поражения. Снова хорошо играли две партии, в концовках немного. Не хватило, ребята не смогли заявить в решающий момент, когда нужно было с Уралом, совсем по-другому сыграли, но может еще повезло, что Леха Спиридонов на передней линии в этот момент оказался. Но не будем забывать, что сразу шесть волейболистов «Зенита» выступали на чемпионате мира. Нгапет за Францию, Андерсон за сборную США, а Будько, Михайлов, Вольвич и Верба в составе сборной России. Казанский «Зенит», отправив в сборную трех и более волейболистов, автоматически получил путевку в полуфинальную стадию, как и московская «Динамо». Сборники, к слову, на днях вернутся в Казань и, вероятно, не сыграют в предстоящих матчах. Их место займут молодые волейболисты из фармклуба «Академия». Не знаю, мне наоборот это время сейчас нравится, потому что есть время поработать, потому что когда приедет частной состав, все будет намного сложнее и времени уже поработать, так скажем, с этими какими-то техническими элементами и даже просто поиграть не так много будет. Все межсезонье «Зенитовцы» провели в Казани, в том числе и последнюю неделю. Две тренировки в день с тренажерным и игровым залами. Плюс команда постепенно привыкает к новому освещению, которое будет использовано по ходу всего сезона. После того, как отыграли этап в «Стреллитом Маке», приехали сюда, наверное, сделали выводы по тем ошибкам, которые мы совершали, и больше работали, наверное, над теми элементами, чтобы не совершать больше таких ошибок, которые допустили там, и больше, наверное, на это делали акценты. Вернулся Владимир Романович, мы по нему скучали очень. Сказал, что нас разбудят, и будил нас целую неделю. Удалось разбудить? Да, удалось разбудить, все хорошо. Ну, собственно, стандартная программа была, тренажерный зал и мячи каждый день. Сами мы понимаем, что у нас времени не так много, но на самом деле до старта чемпионата хочется набрать те кондиции, в которых мы будем идти. Соперниками «Зенита» по группе являются Новокуйбышевская «Нова», выступающая своим основным составом, Уфимский «Урал», а также три представителя высшей лиги «А», Челябинская «Динамо», Оренбургский «Нефтяник» и Тархан из «Стреллитомака». Волейболисты «Зенита» все свои игры начнут в 18 часов, поочередно сыграя с Тарханом, «Новой», «Уралом», «Динамо» и «Нефтянником». Мы ждем вас в центре волейбола, но если что, яркие обзоры встреч вы первыми увидите только на ЗТВ. Ну, средние команды «Нова», «Уфа», в принципе, они сейчас тоже не в лучшем состоянии. Это такой этап подготовительный, последняя, скажем, репетиция перед стартом чемпионата. А уже на следующий день, 7 октября, мы приглашаем в центр волейбола на официальную презентацию команды на сезон 2018-2019. Знакомство с новичками, презентация новой игровой формы, а также открытая тренировка команды под руководством Владимира Олегна, яркое шоу-программа, розыгрыши ценных призов и, конечно же, автограф-сессия с участием всех игроков команды. Также вы сможете приобрести билеты и абонементы на новый сезон, которые, кстати, уже поступили в продажу. Всю подробную информацию о билетах и абонементной программе, предстоящих играх и презентации команды вы без труда найдете на официальном сайте клуба и в наших социальных сетях. Вход на все игры и презентацию абсолютно бесплатный. Время пришло, зарядись волейболом! А ты подписался? Красавчик! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...